Есть, безусловно, очень много фактов. Практически 30 лет совместной работы – это, скорее всего, самые счастливые годы моей профессиональной жизни. Когда начинаешь работать, то вспоминается много разных моментов. Но прежде всего я хотел бы сказать, во-первых, первое. Вот то явление, которое называется Нуржултан Абейс Назарбаев. Я думаю, что самая, мне кажется, объективная характеристика выражена в понятии Льва Гумилева о пассионарной личности. Пассионарная личность – это личность неординарная, обладающая харизмой, обладающая огромным объемом знаний и умеющая жертвовать собою, повести за собой общество. Вот и есть пассионарная личность. Есть другое понимание – великая пассионарная личность. Так я вот глубоко убежден, что Нуржултан Абейс Назарбаев – это есть великая пассионарная личность. И вы знаете, гениальность нашего президента в том, что он всегда берет ответственность на себя. Он не перекладывает на парламент, он не перекладывает, скажем, на правительство. Он за все отвечает сам. Вот гениальная черта Нуржултана Абейс Назарбаева. И таких фактов очень много. Я хочу вспомнить несколько интересных случаев. Это была середина 90-х годов, когда становилось только государство. Откровенно скажу, во всяком случае, о себе, что мы понятия не имели. А в основах рыночной экономики мы не понимали, как этот процесс нужно вести. Но каждую среду, каждой неделе нас приглашал в Алмату, тогда в Алмату Нуржултан Абейсович. И мы в течение двух дней записывали его поручение, что нужно делать. Безусловно, это был самый горячий период. Тогда был, знаете, довольно интересный парламент. Можно его по-разному характеризовать. Но думаю, что слово «буйный» очень подходит к тем парламентариям того периода времени, когда они были в эйфории от вседозволенности, когда каждый излагал, не понимая даже сути своего вопроса. И тогда Нуржултан Абейсович, формируя основы государства, занимаясь подготовкой Конституции, работая с этим неспокойным парламентом, находил время. И это мы проходили, если честно сказать, ликвидацию своей безграмотности. Вот она первая черта. Когда находил время Нуржултан Абейсович, для меня до сих пор остается загадкой. Но это факт. И мы из недели в неделю записывали поручение, записывали формы и методы решения. Реализовывали, приезжали, докладывали, получали новую порцию поручений. И не просто поручений, но и формы и методы ее реализации. И таким образом, глава государства каждую неделю проводил обучение всех, тогда мы назывались глав администрации, глав администрации основы в рынке экономики. Безусловно, каждый из нас постигал. Безусловно, мы многое читали. Но базовый основ мы получили от одного человека, имя которому Нуржултан Абейс Назарбаев. Было много интересных фактов. Я хочу рассказать об одном очень знаменательном, но он очень характерный. В 1999 году был визит Нуржултана Абейс Назарбаева в Китай. Была прекрасная встреча с Дзинзамином. Были очень сложные переговоры, но высокопродуктивные, высокоэффективные. И тогда я воочию убедился в том огромном авторитете, который был Нуржултан Абейс Назарбаев. И насколько важны в политике личностные взаимоотношения. Тогда я возглавлял комиссию, связанную с делимитацией границ. И когда было совещание в так называемом узком составе, глава Китайской Народной Республики, прежде всего обращаясь к нам, сказал следующее, что договор делимитации Китайской Народной Республики подписывает прежде всего из-за глубокого уважения к главе Казахстана Нуржултана Абейс Назарбаева. Вот эти слова были сказаны в моем присутствии. И прежде всего они, наверное, были обращены к нам, тем сопровождающим лицам, которые должны были реализовать вот такое огромное стратегическое решение, которое было принято. И мы, как вся казахстанская общественность знает, были первой стороной бывшего Советского Союза, которая подписала исторически, я повторяю, исторически эпохальный договор делимитации. И таких моментов много. И я вспоминаю вопросы, связанные с развитием аграрного сектора, с вопросами приватизации. Очень сложный был, казалось бы, на сегодня вопрос, связанный с тем, что делать с ценой на хлеб. Надо ли отпускать эти цены на рынок или принять, скажем, другие меры. Так вот, все решения принимались тогда персонально одним человеком. Нур-Султан Абичин Назарбаевым. И вот то, что я сказал, что гениальность это есть, Нур-Султан Абичин прежде всего, в колоссальной его ответственности за все принятые решения не перекладывать ни на одну, другую личность или какой-либо государственный орган. Конечно же, есть много разных, скажем, ситуаций. И вот далекий 1994 год, когда Нур-Султан Абичин, выступая перед студенческой научной аудиторией университета имени Ломоносова, сказал о необходимости создания региональных союзов, что будущее потребует совершенно другого отношения, что нужно консолидировать усилия, что нужно создавать единое рыночное пространство по четырем уровням свободы. Для меня это было удивительным. И не только для меня, для всех нас. Мы только вышли из, будем так говорить, из основ бывшего Советского Союза, теперь создаем суверенную струну. Надо ли? И вот тогда, спустя многие годы, я три года проработал в Евразийской экономической комиссии, основы которой были изложены в те далекие времена Нур-Султана Абичин. Безусловно, нет другого пути, как объединение, как интеграция экономических возможностей. Только это решается и будет решать судьбу, если хотите в определенной степени более эффективного экономического развития. И нашей стороны включительно. Так что вот таких примеров очень много. Они связаны с различными решениями. И очень сложно шел, опять же, вопрос принятия законов. И тогда, насколько я помню, это был 95-й год, был самороспуск парламента. И Нур-Султан Абичин своим указом, имеющим силы закона, принял свыше ста решений, которые заложили основу быстрого перехода к рыночной экономике. То есть таких примеров масса. Вся жизнь Нур-Султана Абича в определенной степени это и есть история развития нашего государства. Это и есть самая наша история. И каждое решение, связанное с экономикой, с институционной основой, скажем, Конституции, принятие любых законодательных актов, всегда связано с личностью Нур-Султана Абича Назарбаева. Субтитры создавал DimaTorzok